Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофротмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, мы поговорим про его техническое состояние и положение дел, затронем с вами обязательно капитализацию и волатильность, не забыв сказать про биткоин-доминацию, так как мы скажем сегодня очень плотно про альткоины высшего порядка. И, если все хорошо, покажем карту ликвидации. Итак, в своем телеграм-канале я делал пост и описание именно от 23 октября о текущем положении дел на 4-часовом таймфрейме, о той технической слабости, в которой оказывался именно этот 4-часовый таймфрейм. Естественно, я это дублировал и показывал в видео 24 октября. Посмотрите эти моменты, фрагменты, чтобы четко понимать, о чем речь. И ключевое то, что на момент записи видео техническая слабость еще не наступила, но с учетом всех составляющих мы находимся в такой фазе, что она обязательно наступит. Об этом мы поговорили вот здесь, на этой вертикальной линии, 24 октября, вот здесь, именно в этом моменте. И теперь, спустя время, мы можем абсолютно подтвердить техническую слабость в рамках 4-часового таймфрейма. Техническая не значит будет отражено на цене. Не значит, что если индикатор летит камнем вниз, что и цена полетит камнем вниз. Есть такое понятие, как дивергенция-конвергенция. Я их касался и в прошлый раз. И смотрите в этой таблице. Кстати, стратегия на дивергенция-конвергенциях есть в бесплатном закрытом моем реферальном чате. Раз мы уже оказались здесь в МакДишке, я говорил, в видео, которое было еще дальше, 19 октября, что при любом раскладе с дивергенцией или с перебоем дивергенции, мы все равно должны будем оказаться внизу. То есть уйти и перезагрузиться. Сейчас мы находимся действительно вверху и выписали шею гуся. Соответственно, двигаемся и находимся в острой фазе падения в рамках 4-часового таймфрейма. И казалось бы, вот оно. Залетаем, занимаемся шартинью. Но если быть грамотным и открыть дневной таймфрейм, то мы получаем острую фазу роста в параболической конфигурации. И о чем это говорит? Во-первых, в первую очередь это говорит о том, что с высокой долей вероятности 4-часовой таймфрейм, да и в принципе цена, должна будет пребывать в определенном быковике с правом на дивергенции. То есть технический индикатор идет вниз, но цена при этом либо вбок, либо вверх. Дивергенции. И опять же, это я очень подробно касался здесь. Посмотрите эти фрагменты видео 15-34 плюс-минус. Так вот, вот этот момент, вот это движение, оно не может быть таким беспроблемным и без подводных камней, так как здесь все как в нашей жизни. Всегда есть нюансы. То есть, вот это движение должно быть сопряжено с, как минимум, подчеркиваю, минимум одним откатом, одним шумом. То есть, мы двигаемся вниз и в какой-то момент здесь, или здесь, или здесь, мы еще совершим рывок вверх. Как правило, вот этот рывок технически происходит вот здесь, вот где-то вот в этом месте. То есть, локальный лонг в рамках 4-часов таймфрейма. Но так как мы очень, очень, очень высоко поднялись, есть вероятность, с учетом силы однодневного таймфрейма, что мы можем выписать 2 шума. То есть, например, здесь, либо пытаться коснуться скользящей, либо коснемся ее и откатимся вниз, и потом еще полноценно. У нас здесь может быть даже 2 локальных лонга в рамках 4-часов таймфрейма. Если посмотреть или сравнить с чем-то похожим, например, вот в мартовское движение рост, вот он, пожалуйста, первое движение локальный, потом был полу-второй, не свершился, но почти, и вот он был третий здесь. Но полноценно раз-два с половинкой. Здесь же раз-два, раз-два и даже три. Как будет в этот раз, сейчас однозначно сказать нельзя. Но с уверенностью говорим то, что 4-часов таймфрейм действительно пребывает в технической слабости. Обязательно подписывайтесь на телекрам-канал, ссылка в описании под видео. Не попадайтесь мошенникам в клон чаты и каналы. И далее, вот по этой вертикальной линии, значит, RSI у нас тоже в технической слабости, да, двигается вниз в разгрузку, но в том числе от 50-й горизонтали мы чаще всего с вами ожидаем еще получить откат. Мы об этом уже говорили несколько раз. Но это не исключает возможность еще здесь получать эти вещи. Гистограмма также снижается, а объемы и вовсе находятся в острой фазе падения через шею гуся. И объемы на продажу у нас каскадом возрастают, что является не очень хорошим сигналом, а говорит о том, что фиксируют свою прибыль участники рынка. И пока мы в острой фазе падения. Как правило, из этой ситуации мы выходим в следующем. Здесь недлительные отрицательные объемы, переходящие в небольшие локальные объемы на покупку, после чего еще коррекция, и после этого наступают уже повышенные объемы. И в этом месте, и реже в этом месте, могут быть в том числе дивергенции. Опять же, с учетом однодневного таймфрейма, имея острую фазу роста на объемах, то есть мы еще даже не стагнируем, и даже угол не изменился роста, поэтому действительно 4-х часовой таймфрейм в технической слабости. И пребывает в локальной коррекции. И про нем мы обязательно сейчас продолжим говорить. Дело в том, что видео, которое было один день назад, 24 октября, мы с вами говорили о том, что мы пребываем в зоне дисбаланса, и в зоне дисбаланса с высокой долей вероятности формируется либо бычий вымпел, бычий флаг. Мы с вами отметили возможные зоны коррекции, как 31 800, и я на это давал в том видео 98%, или даже 30 000, на что я давал 60%. Но здесь ключевое, и то, о чем говорилось в этом видео, пересмотрите, что сюда мы можем прийти с течением недель. То есть недели могут потребоваться прийти в 31 800. То есть не день, не два, не неделя, а недели. И я приводил примеры вот здесь, как это происходило, что здесь потребовались месяцы, здесь потребовались месяцы, а здесь и вовсе мы не пришли тестировать. И это тоже ключевое, потому что наш мозг всегда воспринимает то, что мы хотим услышать. То есть слышим, что 31 800, значит, там будем 100%. Не 100%. Существует вероятность недохода в 31 800. То есть вот, как видите, пробой был, а ретеста не было. Вы скажете, как не было? Вот же сюда пришли. Нет, это не ретест, это уже идет пробой. Так вот, речь шла про недельный таймфрейм, про повышающиеся объемы. И я говорил, что пока у нас свеча не обновилась, и мы не знаем, в каком положении сейчас объемы. Либо они будут нарастать, либо они будут на этой же высоте столбцов. И вот если они нарастают, то, вероятно, зайти даже в 31 800 существенно снижается. И кто-то скажет, так ты же в прошлом видео рисовал 98%. И что ты хочешь сказать? Ты ошибся? Да, вполне вероятно, если объемы на недельный таймфрейм будут люто возрастать, как здесь говорилось, как показывалось, да, я ошибусь, и этого не будет, и мы не придем в 31 800. Поэтому следить за объемами надо. Но у меня сейчас этой информации нет. Почему? Еще раз, недельный таймфрейм не обновился. И даже хотелось бы еще одну недельную свечу видеть. Не все так просто в трейдинге, но технически, да, просматривается. И еще раз, может потребоваться недели, а то и месяцы, чтобы прийти даже в 31 800. А может быть и 4 дня. Если вам кто-то может сказать более конкретней, обращайтесь к нему. И вот теперь речь про Bollinger, о котором мы в том числе говорили в прошлом видео. То есть мы все еще в зоне дисбаланса, но уже начинает формироваться какая-то условная зона. Именно ее после формировавшейся зоны дисбаланса мы можем увидеть врата, горлышко, ну а дальше сам канал, кишку. Если посмотреть на 4 600 таймфрейм, то зона дисбаланса в рамках 4 600 таймфрейма начинает только закругляться. И вот теперь задача наша примерно определить, где будет горло. Скорее всего, оно у нас будет находиться в районе 35 263, плюс-минус. Соответственно, нижнее горло очень близко к 33 241. Таким образом, конфигурация Bollinger может выглядеть именно вот так. Вот мы и проверим, правильно мы нарисовали или нет позже. Конечно, может быть не 33 240, а 32 800, но почему я это показываю? Потому что здесь никак не фигурирует 31 800. То есть, если у нас Bollinger сформируется именно вот в этот канал, то получается от нижней грани до 31 800 будет 4,4 е. Эти касания или ретесты могут только достигаться тогда на каких-то импульсах, заколах. Либо постепенном развороте. То есть, после этого еще какой-то рывок, там доход до каких-нибудь 35 550, это пока самое очевидное. Может быть даже 36. И потом постепенное какое-то закругление и движение, снижение. С выходом потом в зону дисбаланса в данном месте и уже снижение сюда в эту точку, в 31 800 и в 30. И тогда по паттерну 3 восходящие долины, да, это вот по этой шапке. Либо, как я говорил в этом же видео, однодневной давности, посмотрите, мы можем пребывать на недельных свечах, просто сидеть за колами и проколами там. То есть, прокололи, откатили, прокололи, откатили. Ну, посмотрите, не будем повторяться. Так что, пока все идет так, как мы с вами и обсуждали. Ну, касание к медиане обязательно будет, обязательно. Теперь, если посмотреть на капитализацию рыночную биткоина, посмотрите, пожалуйста. Естественно, никаких расхождений нет. То есть, мы превысили капитализацию, которая была 13 июля, плюс перебили эту цену. Таким образом, никаких расхождений мы здесь не имеем. Причем, вы видите, что в биткоин влилось гораздо больше, чем, скажем, в эфириум. Или все остальные альткоины без биткоина и эфириума. Но в общей сложности неплохо капитализация альткоинов без эфира и битка возросла. Волатильность в том числе, начиная с 15 октября, очень хорошо поднялась. И есть все шансы дойти даже до 12 горизонтали, а то и выше. Будем наблюдать. Во всяком случае, хоть есть с чем работать и как торговать. Теперь поговорим про биткоин-доминацию и перейдем к альткоинам. Так вот, про биткоин-доминацию, что примечательно, мы говорили 4 месяца назад. 16 июня, да? 16 июня я делал прогноз очередной. Вот здесь были прогнозы, мы их достигали. Я ставил очередной прогноз дохода биткоин-доминации до важнейшей цели. И, соответственно, эта цель была какая? Правильно. 52,4. Стоял знак вопроса. Мы его не просто достигли, но и перебили. Соответственно, это наша с вами очередная победа комьюнити. С чем я вас всех и поздравляю. Ура! Соответственно, потрясающе. Следующая цель была 54,32. И последующая будет 57,21. Соответственно, находясь здесь, в этой зоне, есть вероятность отката, то есть ретеста пробитого глобального блока по биткоин-доминации. Если этот откат будет аккуратный, условно говоря, как здесь, мы еще будем получать движение альтов. Если это будет небрежное падение, то, соответственно, и альткоины могут опрокинуться. Еще раз. Если это будет аккуратное, плавное снижение по биткоин-доминации, то все будет в порядке с альтой. Но так как мы еще пребываем в зоне дисбаланса, есть, есть шансы, еще раз повторяю, при повышении объемов на недельном таймфрейме, это очень важная информация, услышите меня. Можем даже без ретеста тех же 31,800, как я говорил, там ограничиться 33 или 32,800 и рвануть в 57,21. Вот здесь вот исторически очень сильный уровень. Все сейчас держится на объемах недельного таймфрейма. Это мое исключительное мнение. Но, как правило, если спросить меня, такие вещи, естественно, тестируются. И в том числе, сразу или немного погодя. Но я считаю, такое должно произойти. И, кстати, помните, я делал прогноз на альт-сезон осенью? Ведь это было не просто с бухты барахты. А, послушайте, два месяца назад, 25 августа, я транслировал и подтверждал свою точку зрения. Что я сказал? Альта. Я по-прежнему ожидаю осенью. Осенью это сентябрь, октябрь, ноябрь. Для разных альткоинов будет разное положение дел. Это оп. То есть, для каждых альткоинов будет разное положение дел. И это важно. Потому что, видео, которое было 7 сентября, я как раз-таки это и касался. Я показывал и сравнивал определенные альткоины, как они вели себя ранее, чего как. И, соответственно, ставил ставку на именно выборочные конкретные альты. Их я, в том числе, хочу сейчас здесь показать. Вертикальная линия. Это альткоины, которые я показывал, трогал и говорил преимущественно на спот. Никаких фьючах речи вообще не идет. Еще раз, спот. Так вот, смотрите, 7 сентября, что случилось с Атомом? К слову, на текущий момент времени Атом еще не сказал свое бодрое слово. Это мое субъективное мнение. Но, в том числе, 7 сентября неплохие движения мы получали. Соответственно, Адекардана, которую мы скажем отдельно, чуть позже, сделала очень хорошее движение. Далее, ICP от 7 сентября тоже себя показала неплохо. Чейлинг показал себя преимущественно великолепно. Матик показал себя очень даже хорошо. И, конечно же, Солана показала себя замечательно. Но это было 7 сентября. И теперь видео, которое было 2 месяца назад, 25 августа. Я здесь говорил про Солану. Что я сказал? Ведь это важно. Что забавно, обратите внимание. Дуно было обновлено в декабре 2022 года по Соланке. При этом мы имеем внимание. Острый восходящий тренд. Посмотрите, насколько он острый. Вот вам и монетка, которая на ладан дышит. На похоронах Солана все неверующие еще простудятся. Естественно, очень важный психологический уровень. Это 31 долларчик за Соланку. 31.30. И, естественно, насколько его пробить не удалось. Я, конечно, допускаю еще движение в 17 по Соланке. Но в обязательном порядке район. 31 доллар должен падать. Но опять же, это все на осень. А осень это как минимум 3 месяца. То есть, речь о том, что я допускаю движение в 17, но потом мы должны проявлять 31. Это было, внимание, 25 августа. Я еще раз повторюсь. Биткоин трудно предсказать. Альткоины еще в разы сложнее. И вот получается, мы с вами после этого двинулись еще в 17-ю горизонталь. Посмотрите, 17. После чего пробили 31-ю. Пожалуйста, великолепно, замечательно. Но ключевое, что на похоронах Солана вы еще простудитесь. Далее. Ада Кардано. Видео, которое было 20 октября. Что я сказал? Мы подпертые глобальной нисходящей линией. Тут должен быть импульс уже достаточно огромный. То есть, до какой зоны? До 0,3. Это было еще рассказано 20 октября, 6 дней назад. Кстати, в этом видео я еще раз напоминал о том, что не будьте жадинами и смотрите, какие низкие цены. И, пожалуйста, Ада Кардано делает движение и доходит до, внимание, 0,3. К сожалению, 0,48 не добрали. Согласен, чуть-чуть не дошли. Но импульс пошел. Чей линк видео от 25 августа. Видите, в том числе здесь. Обратите внимание, уровень, который очень долго не поддается чей линку. Вот он здесь, где-то, 9,52. Было к нему раз, два, три подхода. Это важнейшая зона, которая в обязательном порядке должна будет нам поддаться все-таки. Должна будет поддаться все-таки. 9,50. Чей линк. В итоге 9,50 поддалась. Чей линк, огромное тебе спасибо. Замечательно. И эфириум в своем бесплатном закрытом реферальном чате в посте. 21 октября я пишу эфириум на однодневный тайфрейм и смотрится лонгово. Проверим. И, пожалуйста, вот этого момента мы взяли 16,04. В принципе, неплохо. И даже очень хорошо. Что важно? На своих экранах вы видите важные монеты. С важнейшими зонами, отмеченными как для лонга, так и для поддержки. Соответственно, Атом еще не сделал своего бодрого движения. Но, тем не менее, зоны все здесь есть. Отмечайте. Кардано, ада, вы видите, что цели почти все взяты. Написано еще в августе месяце. ICP точно так же. Цели все видны здесь. Чей линк. Цели все видны. Матик. Цели все видны. И, конечно же, Соланка. Цели все видны. И напоследок, карта ликвидации. Обратите внимание, что лонговых ликвидаций очень много, но через буферную зону. То есть, они находятся ниже 30 тысяч. Но, начинается более-менее что-то в районе 31 тысячи пятьсот, что находится в той плоскости, которую мы хотели бы увидеть. Ретест 31 тысяча восемьсот. Если цена двигается в эту сторону, как правило, вот эти столбцы, как минимум здравая половина их, будет зафиксирована. Из-за чего? Потому что люди начнут фиксировать свою прибыль. Если цена летит до 30 тысяч, мы допускали 60% на это событие, то получается, еще добрая часть будет закрыта по фиксе. При этом, при любом движении вниз, а оно необходимо, на мой субъективный взгляд, уж чересчур мы перегреты и техническая слабость показывает на четырех часах. Об этом при движении вниз будут набираться шартовые ликвидации. Вот так вот. В целом, все пока идет по тому пути, который мы обрисовывали. Не забываем про зеленую шапку. Какую? Ну, во-первых, осень, не простужайтесь, пожалуйста, а зеленая шапка была обрисована и здесь, 23 октября, и 20 октября. Поэтому спешите подписываться на телеграм-канал, общедоступный. Ну, а если вы хотите вступить в закрытый, бесплатный реферальный чат, где я даю гораздо больше аналитики, дополнительные видеостримы для участников рефчата и другие бонусы. Например, запустили лаунчпад на бирже BitGit, вступайте, торгуете по дням на бирже BitGit, ссылка в описании. И не забывайте, в ссылке в описании есть мои социальные сети TikTok, Telegram, Twitter, тоже туда вступайте. И помните, что опытный трейдер никогда в жизни не залетает. Почему? Потому что он знает, что такое предохраниться с помощью стоп-лосса. А вот новички, как правило, получают приставку Папа Карла, потому что они не так любят трейдинг, как сам процесс. Всего доброго, увидимся. Продолжение следует...